Французские военные самолеты совершили первые боевые вылеты над Сирией и Ираком с авианосца Шарль де Голь. Об этом сообщает агентство Францпресс. Поход, по данным французских СМИ, продлится не менее четырех месяцев. На корабле 18 истребителей «Рафаль», 8 сверхзвуковых палубных штурмовиков «Дасо Сюпер Энтандер», а также два палубных самолета дальнего радиолокационного обнаружения «Хаукай». Команда авианосца — это почти две тысячи моряков, а также летчики и механики. С сентября корабль сопровождают бельгийские и французские фрегаты. В ближайшее время к группе примкнет британский эсминец «Дефендер», а также несколько французских кораблей. Ранее Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Вооруженных Сил Валерию Герасимову разработать с французскими коллегами план совместных действий по Сирии, как на море, так и в воздухе. Он также отметил, что российские моряки должны работать с французскими как союзниками. В Кремле сегодня подтвердили, что взаимодействие сторон налажено. Ну а Великобритания позволит Франции использовать свою военную базу на Кипре для нанесения ударов по ИГИЛ Сирии. Об этом Дэвид Кэмерон заявил по итогам переговоров в Елисейском дворце. Для того, чтобы преуспеть в вопросе безопасности наших граждан в Европе, мы должны активизировать борьбу с ИГИЛ на территории Сирии и Ирака. Великобритания уже принимает участие в действиях коалиции, бьющей по террористам в Ираке, а также оказывает разведывательную поддержку в небе над Сирией. В пятницу члены ООН единогласно поддержали борьбу с ИГИЛ в Сирии и Ираке. На этой неделе я представлю в парламенте ясную стратегию военного участия в Сирии. Я полностью поддерживаю действия президента Оланда в этом вопросе и глубоко убежден, что Великобритания должна стремиться к тому же. Разумеется, последнее слово за парламентом. Сегодня я сообщил господину Оланду, что Франция может использовать британскую базу Акротири на Кипре. База Акротири располагается на юге острова. Она действует с 1956 года. Ее активно использовали во время иракских кампаний во Второй Ливанской войне, а также во время войны в Ливии. На Акротире дислоцированы 84-й эскадрилья ВВС Великобритании и третий отряд 9-го разведывательного крыла ВВС США.